всем привет начинаю новый влог а точнее продолжаю влог предыдущий так как предыдущий влог у меня был уже длинным поэтому я его закрыла и сейчас в общем то я по сути продолжаю его я продолжаю тему похудения в общем я начала худеть с 28 мая но это у меня такая как можно сказать репетиции основное похудение уже буду считать я с 1 июня но все равно вес уже снижается у меня за два дня уже все равно потихоньку снижается собственно говоря что на завтрак на завтрак у меня как всегда уже по привычке идет овсянка быстро заварная я последний раз купила овсянку новую которая не заваривается кипятком а можно ее есть с йогуртом кефиром простоквашей в общем то вот такая вот она 5 минут настаивается и с сольном в общем-то и нормальная овсянка можно ее так для разнообразия чередовать на обед сегодня я буду готовить на пару индейку и также будет у меня салатик ну по сути такой же салатик как и вчера но я вам уже покажу позже какой салатик я нарежу и что я нарежу этот салатик ну а что я буду еще сегодня делать я вам покажу позже еще хочу лайфхак один сделать вот девочки я взяла небольшой кусочек индейки филе порезала на кусочки и на пару 20 минут буду готовить не солю солю в тарелке только хотя вчера я курочку не посолила я уже ела ее и потом уже только обнаружила что она мне не соленая но она мне это даже не показала что она не соленая в общем соли поменьше надо употреблять сейчас и побольше водички еще пить все отправляю в мульти кухню и готовлю сейчас пока буду резать салатик у нас салатик я решила порезать один огурчик помидорчик у меня половинка болгарского перца зеленый лук петрушка укроп и вот это вот цветная капуста ну листика 3 наверное я вот так вот оторву в общем по вкусу и все и заправлю это йогуртом сегодня ну вот девочки салатик мой готов я все нарезала но я не солила и не заливала пока йогуртом я думаю что я уже в тарелке посолю если нужно будет и йогурт уже перед самой подачей салата сделала много прямо такая миска получилось я его конечно за раз не съем но за два раза съем девочки теперь я хочу вам показать лайфхак который собиралась я сделать и вот это вот просто не которую я заказывала васильке последние раз мой заказик я хотела белую просто заказать чисто ну чисто белой не было и в принципе вот такая белая с небольшим рисуночком здесь вот розовый фламинго такой не не навязчивый неналяпистый вот и я хочу сделать занавесочки на окно потому что занавеска у меня темная на лето если я ее закрывают у меня здесь становится темно в комнате то есть снимать мне приходится включать свет хотя там просто яркое солнце когда я лежу на диване я лежу лицом к окну и солнце когда садится она мне прям глаза светит поэтому либо шторы либо ну в общем сложности я раньше просто белую просто не вешала на окно и тогда я могла уже без штор находиться в комнате светло солнце не палит жара не проходит поэтому вот я решила сделать такие занавесочки ну вот на каждое на каждую раму я сделаю по занавесочки вот значит что мне нужно для начала мне нужно замерить рамы ширину начнем с одной пока внешний размер ширина так 64 и высота рамы 132 запишу это я беру внешний размер занавески но там еще на подвороты надо будет оставить на припуске чтобы обшить обстрочить старчивать буду сейчас руками так как у нас сейчас отелье не работает в общем-то наметаю ничего страшного вот эту раму я среднюю раму так как она мне не открывается вертикально я буду высоту замерять по стеклу 126 а ширину я буду замерять вот от начала этой рамы и до этой рамы 66 это внутренний размер ну а припуске можно оставить если там какой-то бахрому сверху снизу ну я насчет бахромы не знаю посмотрим сначала сделаем одну занавеску потому что этого я еще ни разу не делала что у меня получится даже не знаю при том так как у меня простынь идет 150 то есть полтора метра в ширину рисунок полностью у меня не получится вот вертикально то есть у меня получается здесь здесь будет фир фламинго вертикально еще на одно окно тоже пойдет вертикально дальше не останется низ либо я сделаю середину горизонтально но это будет не очень красиво смотрится но я середину вот этот кусок могу просто разрезать пополам поставить их вертикально просто будет посередине шовчик может может быть так лучше тоже вот ну ладно сейчас я все это раскрою начну наметывать руками значит мне нужно будет самое главное сделать еще там для резиночки верху и внизу чтобы можно было вдеть резинку как и вдевать буду потом посмотрим ну вот девочки собираюсь и обедать в общем это мой салатик чуть-чуть его присолю йогурт я делала сама сегодня ночью йогурт свежий собственного приготовления и он прекрасно может заменить сметану вот несколько ложечек так полью ну и индейка моя готова положу сюда индейку индейку пока солить не буду но если захочу может быть тогда чуть-чуть тоже присолю так вот еще кусочек я думаю достаточно будет носить на сегодня может быть достаточно будет но все будем кушать в общем девочки сидела я долго шила руками машинки швейной у меня нету ателье закрыто ну в общем вот так вот вот я прошила здесь сверху это будет висеть на резинке резинку здесь тоже шелчек сделала и резиночку вставила а сверху небольшая рюша чтобы на щелочку закрывала но это на среднее окно я повешу сейчас и покажу что получилось ну в общем примерно так наверху вот эта рюшечка но немножко она ниже можно или барешку сделать побольше либо резинку посильнее натянуть вот вот этот шовчик посередине у меня такой получился внизу тоже можно таким же образом резинку вдеть и подвесить но я наверное среднее окно не буду подвешивать чтоб я могла занавесочку отодвинуть посмотреть за окно в общем пока так висит а там дальше будет видно ну чтобы вы видели что я сделала вот резинку я проделала вокруг окна и кольцевой сделала и завязала и все а швы попрятала вот внутрь а вот на эти вот боковые окна резинку я буду одевать вот сюда вот так ну вот сейчас вот выглянуло солнышко я задвинула занавески справа и слева вот потому что там пока что нету этих шторочек а посредине теперь я солнца не боюсь и она мне не будет слепить глаза всем доброго утречка мои хорошие проснулась я сегодня рано опять но я выспалась вчера целый вечер я сидела и решила занавески девочки но вручную шить это конечно жесть ну ну ничего зато пошила вчера все занавески вот сегодня уже повесила сейчас я вам покажу как это выглядит ну я просто решила вчера уже все сделать пока этом телек смотрела вечером в общем все это сидела рукодельница вручную все это прошивала вот а сегодня я хочу вот заняться готовкой мне нужно приготовить вот я сейчас размораживаю фарш и с фарша я сделаю котлет на пару но посмотрю может быть еще что-нибудь в общем будем смотреть что я сегодня приготовлю что я собираюсь есть хочу вам доложить вчера обед я вам показывала а потом я где-то на полник я поела клубнику с йогуртом там пол чайной ложки сахара добавила ну и вечером в 7 часов я опять-таки съела бутерброды с маслом сыром из колбасой в общем пару бутербродиков съела все больше я ничего не ела больше мне ничего не хотелось сегодня утром я стала на весы хотя не собиралась взвесилась и на весах у меня 78 килограмм и в общем честно говоря меня это удивило потому что если я думала что вчера утром 79 и 2 было да я думала что это какая-то ошибка сегодня 78 и при том что я взвешивалась три раза в разных местах ставила весы чтобы прям устойчиво вот честно говоря у меня вообще в таких темпах похудения никогда не было обычно у меня такой стабильно 200 грамм в сутки где-то уходила да вот но я думаю что может быть это у меня просто быстрые жиры уходят или что но в общем честно говоря потом трем дням посчитать еще пока что выводы делать рано поэтому я думаю что нужно как бы уже вот в общем смотреть скажем так за неделю за неделю сколько ушло потому что один день может быть весь показать на месте стоит другой день вроде больше снизилась но общем какие-то такие непонятные может быть колебания но я сегодня на весы стала честно так для себя для проверки думаю может грамм 200 меньше стало но как-то вот не 200 даже вот так что я еще пока что результат я записала но я на нем еще судить ничего не буду самое главное меня радует то что вес уходит вот она опять же я проверяю что я раз бутерброды съела а может быть мне из-за этого веса становился но нет ничего подобного ушел будет так что вот такие вот дела будем продолжать в том же духе вот колбаски у меня осталось совсем там чуть-чуть целую палку я вообще положу она там долго хранится запечатана в упаковке и пусть она лежит пока и трогать не буду то что вот кусочек остался маленький я как раз сегодня доем сегодня 31 число я же говорила что уже строго начну диету соблюдать с первого числа конец месяца сейчас я еще как бы доедаю то что у меня уже было куплено заранее потому что я честно говоря похудеть решила просто внезапно знаете так раз в один прекрасный момент мне такая идея посетила я решила эту идею воплотить жизнь бывает у меня такое вот поэтому сегодня я размораживаю фарш а фарш я кстати покупала в магазине обычно этого не делаю обычно фарш я перемалываю сама я покупаю мякоть говядины мякоть свинины где-то ну может свинины чуть чуть больше но вот где-то пополам делаю такой свиноговяжий фарш из него уже делаю все что мне угодно но по крайней мере я знаю что я туда перемолола магазинный фарш все-таки неизвестно что там перемола то может быть там жира много и все но так как он уже был куплен я уже решила его сегодня приготовить и несколько дней я буду есть эти котлетки но котлетки уже не жареные котлетки на пару все равно меньше жирности буду потреблять щадящее приготовление это все что хорошо но к этим котлеткам какой-то овощной гарнир я думаю потушить капусту будет мне сегодня тушеная капуста тем более как белокочанная капуста у меня лежит ее нужно тоже доедать чё она лежит уже молодая капуста пошла а это еще не молодая поэтому надо ее уже съедать что я еще сегодня буду готовить я еще пока не придумала но по ходу в общем по ходу жизни посмотрим что-нибудь я сниму ну а с утра как обычно я пью кофе с кофе заменителем и сейчас я на завтрак поем овсяночку как обычно вот ну и начну готовить потихонечку уже обед ну пойдемте же занавески я вам покажу занавесочки я уже все повесила вот эту среднюю занавеску я решила но пока временно может быть я вот эту вот резинку для волос такая белая я ее сюда одела потому что в окошко выглядывать хочется тоже посмотреть что там делается и пока солнце у меня не повернулась сюда у меня тень нужно чтобы свет в комнату поступал но эти занавески тоже можно отодвигать но если захочу пока не нужно могу тоже отодвинуть они у меня вот тут на резиночке сделаны тоже можно вот так подвинуть и все ну вот эта занавеска вот слева и справа сделано одинаково но я сделала здесь видите рюшечку здесь я сделала такое вот место для резинки в дело резинку и вот резинка видите она у меня проходит вот здесь вот по низу и сверху точно также сделала то есть резинка просто ее можно снять если нужно будет ее можно просто взять и снять и сверху и снизу легко занавесочки снимаются вот но справа слева я резинки сделала посередине я резинку не стала делать вообще-то во-первых здесь проходит вот это вот замок но резинку можно было бы продеть здесь где-то да но я не хочу это эту занавеску я все равно очень часто буду ее просто вот отодвигать и открывать окно потому что мне нужно еще и градусник посмотреть вот сейчас уже 20 градусов у нас хотя 8 утра ну а сверху у меня вот здесь я как раз подтянула резиночку по тоже сделала показывала уже и вот на этом окне занавесочка тоже вот так вот висит сверху видите да резиночка снизу резиночка и в общем все все очень хорошо я вот видите тут шила все ручную в в общем красоту такую вот навела но мне нравится ну и повесила занавески старые вот эти занавески они все-таки легче и они свет пропускают когда солнце повернется сюда то солнце в глаза мне светить уже не будет и в то же время в комнате будет светло хотя занавески по возможности я может быть такие же легкие куплю но только посветление светло бежевый цвет хочу но это когда уже будет возможность тогда я этой куплю ну и окошко вот так вот раз приоткрыла никакие занавески нигде ничего не мешает все очень симпатично все очень хорошо смотрится аккуратненько вот и все а это если солнце будет повернется сюда я возьму после этот раз сниму и опустила за на мисочку все может быть я какую-нибудь здесь ленточку придумаю ну пока вот я нашла такую резинку пусть будет вот эта резинка я все вижу я все вижу что вот не делается у меня все красота правда клево ну вот такой лайфхак девочки вот кому если понравилось можете так сделать очень легко удобно дешево и занавески можно снять в отличие от пленки которую не снимаем туда-сюда занавески если пасмурно можно отодвинуть можно вообще снять на резиночке легко снимается ну вот девочки я уже котлетки на пару решила сделать ну в фарш я добавила лук чеснок яйцо немножко соли и перчик все на 30 минут ставлю на пару готовятся девочки пока у меня готовились котлетки на пару я пошла искупалась укладываться не буду в общем вот такие кучеряшки у меня будут висеть так как есть так пусть высыхает вот что я хотела вам сказать пока купалась я вспомнила и думаю надо же было вам сказать когда вы худеете желательно принимать душ каждый день а если можно даже два раза в день ну хотя бы один раз в день обязательно а почему потому что кожа наша это очень большой орган в коже есть поры и вот через эти поры выходит шлаки и токсины вот в тот момент когда мы худеем оно должно выходить эти поры очень быстро забиваются вот есть жирная кожа да вы сами можете заметить буквально там не знаю несколько часов полдня проходит и мы уже обнаруживаем особенно наши жирные зоны вот я по лицу это иногда чувствую начинает жирнеть вот этот жир он когда выходит он забивает поры и вот этим вот эти шлаки токсины вся эта гадость они не могут выходить из организма и они остаются в организме но как бы продолжая травить нас да вот для того чтобы этот процесс быстро выходила вот эта вся гадость для этого нужно почаще купаться обязательно ну и после купания вы сразу почувствуете такое вот знаете легкость и как будто вот прям весь организм начал прям весь дышать ну это здорово это классно это нужно так ну а котлетки мои уже приготовились давайте на них посмотрим и я могу уже приступить к приготовлению капусты ну вот все готово все приготовилось ну я пока это дело закрою и займусь сейчас капустой ну вот я уже нарезала капусточку нарезала лук лавров листик приготовила томатной пасты столовая ложечка но добавлю на полстакана водички сюда ну вкусная соль как обычно перчик все больше ничего я туда класть не буду немножечко растительного масла совсем чуть-чуть на сковороду и все это я буду готовить как я обычно готовлю капусту но только без колбасы девочки я решила на слабом огне вот положила в сотейник и буду помешивать периодически потому что капуста должна обжариться чуть-чуть чтобы быть вкусной если я просто буду тушить она будет не очень вкусная и тогда она мне не понравится она должна чуть-чуть подрумяниться и потом тогда уже я буду заливать это томатом ну и лук в принципе можно луку сразу положить но я обычно ложусь так когда чуть-чуть подрумяниться потом лук еще с луком чуть-чуть а потом уже томат, соли все со мной в конце ну вот капуста немножко подрумянилась я ее помешиваю постоянно примерно уже прошло 5 минут лук уже тоже там через 2 минуты закинул я его ну все теперь можно залить это томатиком добавить перчик добавить перчик добавить листик ну и вкусную соль я обычно добавляю все немножечко не досаливаем все не досаливаем ну сейчас я все это перемешаю накрою крышкой и на слабом огне то есть сейчас средний огонь и на самый минимальный поставлю пусть оно там тушится примерно 10-15 минут ну до готовности короче довести надо все ну вот такой у меня сегодня девочки обед тушеная капуста и котлеты на пару и буду есть я все это без хлеба а захочу добавки я себе в этом не откажу девочки у меня есть вот такой вот фито-чай лесные ягоды крымские и прям там цельные такие ягодки засушенные и вот заварю я сейчас этот чай мне там его осталось чуть-чуть ну кстати мне очень нравится потому что воду пить все время надоедает а заварить вот чай и такой вот как напиточек без сахара можно его попить ну можно сахарозаменитель добавить в крайнем случае можно меда чуть-чуть но мед я не буду сейчас есть потому что там столько же калорий сколько и сахар фух девочки после сытного обеда полагается полежать в общем что я я эту порцию съела добавку не стала есть потому что я насытилась этой порцией прекрасно вот сейчас заварила чай вот этот вот он настоится как раз ну после еды сразу пить воду там или чай что-то жидкое вообще не рекомендуется для лучшего пищеварения вообще желательно минут сорок чтобы прошло ну как раз чай нормально настоится я его потом попью попозже а то все время кофе пить ну уже прям поднадоело честно утром это актуально а потом просто просто пью и не знаю вообще я думаю что нужно конечно чем-то вот какие-то напитки но сок магазинный пить не надо если только свежевыжатые то пожалуйста компот если кто не сладкий компот может пить тоже пожалуйста но для меня компоты все не сладкие они кислые а так как у меня кислотность повышенная то я кислые напитки в общем-то пить не хочу поэтому я придумала вот такой выход вот такие чаи продаются фито чаи там они с ягодами там с травами какими-то цветочками они приятные такие на вкус легкий напиток ну это для разнообразия чтобы постоянно вот эту воду не пить ну и собственно что еще я вам хотела сказать в общем да сегодня я готовить больше ничего не буду котлетки на пару и вот этот весь фарш я решила приготовить эти котлетки на пару потому что их можно прекрасно покушать там если вместо колбасы даже вот как я делала раньше тушеную капусту с колбасой так же можно вот это вот котлетки там порезать там как-то вот сделать фарш в общем это не жареное это все на пару и прекрасно вот ну что я еще вам хочу сказать девочки самое главное прям строгие правила эти я лично сильно так не соблюдаю но есть правила которые прям надо соблюдать это значит не нужно есть жиреную пищу жареную никаких консервантов никаких полуфабрикатов то есть берем натурпродукт взяли мясо готовим из него сами взяли овощи фрукты значит все готовим сами потому что консерванты вот эти все ешки в общем все полуфабрикаты надо убрать для того чтобы организм не забивался всякой всячиной неизвестно какой вот это вот последний фарш который я приготовила магазин и следующий фарш я уже буду делать сама своими руками буду брать чистый кусок говядины чистый кусок свинины все это перемешивать добавлять натуральный продукт и уже видеть что я готовлю и как потому что магазинные фарши ну они в принципе не очень-то мне нравятся но иногда просто нет времени заниматься вот этим перемалыванием поэтому изредка я брала готовое also ue вот ну и что я собираюсь в общем-то сегодня делать больше ничего я делать сегодня не буду потому что все-таки воскресенье и так последние дни вы заметили что я выкладывала видео каждый день то есть это каждый день съемки каждый день монтировать помимо этого еще что-то надо делать нужно уже отдохнуть поэтому я сегодня хочу отдохнуть Значит, что еще сегодня? Я съем яблоко одно, съем банан один. Ну, это так, как перекус будет у меня. У меня еще есть творог. Я могу с йогуртом творог. У меня, кстати, йогурт еще же есть. Я свой готовила сама. Можно сделать на вечер, например, творожок с йогуртом и с яблочком, например. Очень вкусненько получится сделать такой десертик. Может быть, я на полдник такой десертик сделаю. Может быть, на ужин. Но если на полдник у меня будет такой десертик, то на ужин я могу все равно поесть вот эти еще там котлетки парочку, допустим. И либо с тушеной этой капустой, либо свежий салат с огурцами, с помидорами, с зеленью. У меня еще остался. Кстати, вчера резала. Я просто нарезала, но ничем не заливала, не солила. Так что он как свежий, так же можно будет его так поесть с котлетками. Ну и все. Вот этот вот чаек сейчас заварю, который у меня с этими ягодами. И больше ничего я сегодня готовить не планирую. И вообще я сегодня больше ничего не планирую делать. Все. Я сейчас лягу, включу телек и буду отдыхать. Если будет у меня силы, желание, настроение, может быть я выйду прогуляться. Но в любом случае у меня всегда камера с собой. Если что интересно, я непременно снимаю и вам выкладываю. Вот. Ну в общем, девочки хорошие мои. На этом я хочу видео свое закончить. Потому что предыдущее видео совершенно неожиданно для меня казалось длинным. И я думала оно короткое. Там на час почти. Поэтому я свое видео сейчас заканчиваю. И потом, следом, начну я новое видео снимать. Уже буду подробно, уже, наверное, завтра начну снимать, скорее всего. Подробно расскажу вам, что чего можно есть, что нельзя. Я даже, может быть, сяду и напишу прям список продуктов запрещенных. Особенно запрещенных. Вот. Потому что с завтрашнего дня, уже с 1 июня, у меня начнется строгая диета. Все. Ну, как бы строгая. Она почти такая же, но просто уже какие-то вещи я прям конкретно исключу. Тем более, вот у меня колбаса, она сегодня уже закончится. Там маленький кусочек, я его даю на седьмой. Вот. Ну, в общем, что у нас будет с 1 числа, будет видно 1 числа. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Кто тоже худеет, тоже приятно мне. Читать ваши комментарии. Приятно, что кто-то со мной худеет. Ну, и все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok